Повествование о чашах По сути, об этих чашах мы будем читать непосредственно в 16 главе, но перед тем, как Иоанн нам расскажет об этих чашах, он сделает важное такое вступление, которое мы видим со 2 стиха. Оно будет, опять же, в определенной степени диктовать, как нам нужно относиться к этим чашам. Призма, призма их интерпретации. И видел я 2 стих, и видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истинные пути твои, Царь Святых, и так далее, и так далее. Что напоминает вам это повествование? На какие мысли наталкивает? Значит, стоят на стеклянном море и поют песнь Моисея. Спасибо. На самом деле, что делает Иоанн? Он своего рода вызывает на память события исхода, когда народ Божий вышел, перешел море, в конце, в конечном итоге, поют песни торжества. То же самое он эту категорию применяет здесь по отношению к своему читателю, предрекая, во-первых, исход, во-вторых, и триумф, победу как таковую. И что подобно тому, как Израиль вышел из Египта по морю и дальше поет песню Моисея, так же и народ Божий сейчас тоже совершит исход своего рода, как пойдет по морю. В конечном итоге будет петь песни торжества и наследует спасение. И после этого, сразу, в 16 главе, нам повествуется о семи чашах гнева Божьего. Как их нужно воспринимать через эту призму? Это события исхода. Это события, совершенно верно, казни египетских. Поэтому, как мы видим из самого Писания, чаши все касаются именно безбожного мира, а не те, кто имеет начертание зверя, те, кто произносит хулу на Бога и так далее, и так далее. Это события исхода. Верующим сегодня ни в коем случае не стоит бояться этих чаш, или труп, или печати. Наоборот, это позитивное событие, которое привнесет в этот мир справедливость. Божий суд – это в первую очередь, в таком хорошем смысле слова, справедливость, когда все становится на свои места. Вообще мир без суда – это ужасный мир. В каком смысле? Не в нашем с вами сегодня понимании. Суды эти все инстанции, куда если ты попал, то тебе уже нужно из кредит брать, чтобы оттуда как-то выйти. В древнем мире суд – это, можно сказать, правильная шкала оценки происходящего, которая расставляет все на свои места. Если злой человек, так и определяется, он злой. Если добрый, творит дела праведности, он праведен. И в мире, где нет суда, совершается… Это мир темноты, это мир хаоса. Некому прийти и рассудить. Так что в древнем мире необходимость в этом суде, она очень большая. Так что и понятие суда самого, особенно для еврейского народа, это был очень позитивный образ. Очень позитивный образ. Приходит Бог, приносит свой суд, всему дается верная оценка, и все расставляется на свои места. Так что события исхода грядут, и чаши гнева Божьего, который изливается на безбожий мир – это тоже то событие, которое грядет. Нам, по сути, не дано знать, как именно это все будет происходить. Основная идея, которую подчеркивает текст – этот суд состоится. Как? Каким процессом? Что именно? Звезды зажгутся? Где-то, я не знаю, свет какой-то яркий будет? Мы не знаем, можем только тут предполагать. Но то, что есть обетование, однажды этот суд состоится, и верующие совершат исход – это данность. Вопросы, комментарии? Хороший вопрос. Не готов ответить. Не готов ответить, не знаю. Не знаю. У нас есть такие описания прихода, метафоры, образы прихода Бога, как молния по всему небосводу, так что никто не сможет это не заметить. Что это значит, что именно в обновении ока явится, не знаю, лик Божий, как это он явится, допустим, на нашей с вами географической территории и на территории, допустим, Соединенных Штатов. Как это все будет происходить, я не берусь судить. Я понятия имею. Текст мне, по большому счету, вообще никак не помогает это прояснить. Он делает утверждение, это произойдет, это произойдет так, что не заметит, это не получится. Утверждение свидетелей Иеговы, что в 14-м году или в 18-м году прошлого века пришел уже Иисус, вот, это все, как говорится, не вариант. Это будет что-то явное. Но как именно, я не знаю. Вопросы еще? Комментарии? Вообще, может быть, что-то у вас наболело за это время. Что-то сказал такое неудобово-разумительное. Вопросы теперь задайте. Вы все еще думаете, что Антихрист будет править 3,5 года? О, мнений разделившихся очень много. Насчет вопросов Вознесения. В целом, эта тема больше относится к эсхатологии как таковой, нежели к тексту Апокалипсиса Иоанна. Это раз. Поэтому, в принципе, нам его рассматривать детально, мы себе позволить это особо не можем. Хорошо? Это же я набиваюсь еще раз приехать, эсхатологику преподать вам, понимаете? Второе утверждение, которым ограничусь сейчас. В целом, очень сложно аргументировать идею Вознесения Церкви на основании библейского текста. Сегодня, на самом деле, христианский мир, одна часть утверждает, что будет Вознесение Церкви. Ну и там уже пошли варианты до Великой Скорби или после Великой Скорби. Это мы сейчас берем просто сам взгляд. Когда это делается привязка потом к библейскому тексте, там много чего вообще выбрасывается. Но также есть сегодня довольно-таки популярные взгляды, но обширные, не только в кулуарах обсуждать, что вообще идея Вознесения Церкви, она не библейская. Нет, это первое послание фессалоникийцам. Просто дайте мне сам текст, чтобы я не гадал сейчас найти его. Да, значит, четвертая глава, первое фессалоникийцам, 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении и пригласии архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Этот стих дал основание многим христианам утверждать, что когда придет Иисус, мы вознесемся все на облака, ну и так с Господом всегда будем. Вопрос, что делать на этих облаках, и почему именно там, а не на небесах, например, непосредственно, или как бы на самой земле, тут вопрос открытый. Значит, два комментария к этому тексту. Во-первых, вопрос, на который реагирует Павел здесь, это не вопрос верующих, которые задают, ой, а что с нами будет, когда придет Иисус, вот мы на облака там восхитимся или не на облака. Вопрос, который стоит фоном за этим ответом, это что произойдет с теми, которые не дождались еще Господа, но уже умерли. И Павел на это отвечает, что нет проблемы, если кто-то умер до прихода самого Христа, потому что он воскреснет и с ним воссоединится. Вот как бы основная идея. Это раз, что нужно помнить, на что заточен сам текст, какую цель он преследует. Второе утверждение, как хорошо было сказано, Павел опирается на метафору, очень известную в Древнем мире. Представляет собой следующее. Когда правитель, царь земли, приходит, идет в город, то город не дожидается его, пока он переступит через главные ворота. Город выходит к нему навстречу, встречает его. После чего, встретившись, ну это делегация, это народ выходит, ладоши хлопают, радуются, потому что царь наш. Встречает его и возвращается в город. Скорее всего, Павел опирается именно на эту аналогию и рисует следующую картину. Когда Господь придет в этот мир, откуда он должен прийти в этот мир? С небес. Почему именно с небес? Почему не вот с этой точки? Или вот сама образность мышления человека, Господь обитает на небесах. Но это не объяснение, где именно он обитает. Это больше как сам человек мыслит, ассоциация. Где Господь обитает? Мы говорим везде, правильно? Почему на небесах? Ну так мы привыкли, просто наш язык таком построен. Мы привыкли отождествлять, что небеса – это Божье жилище, хотя мы прекрасно понимаем, что это жилище, весь этот мир. Поэтому и само понятие небеса – это тоже метафора. Хорошо? Не туман какой-то, это метафора. И вот сам человек, то есть, а если Господь придет, то откуда он придет? Ну с небес. Что мы будем делать? Мы, конечно же, не просто будем дожидаться его пассивно ждать, а мы выйдем к нему навстречу. Куда нам придется выйти навстречу? Ну, в принципе, как бы на облака. Что дальше? Встретились и вернулись. Вот, скорее всего, используя такую метафору, он рисует не картину того, как именно это все будет происходить, а картину того, что церковь, которая ждет своего Господа, будет готова к встрече к ним и займет такую позицию готовности. Она выйдет к нему навстречу, чтобы встретить его и вместе вернуться. Образ, который в Древнем мире был очень-очень яркий, но позволил многим христианам сделать заявление о восхищении церкви, в котором смысла, по большому счету, если так разбираться в богословии творения, если разбираться в Божьем замысле в отношении этого мира, в идее или в концепции воскресения мертвых, то в этой идее восхищения она теряет какой бы то ни было вообще смысл. Ну, это вот так вот кратко. Вижу, расстроил вас матерская. Ну, что же это такое? Как же это? Вы же поймите, он обирается, Павел опирается на образ мышления его адресата, читателя. Мы с вами мыслим совсем иначе. И пока мы этот мостик не наведем, мы будем немного, так сказать, в зависшем положении. Вопрос? Да. Я не думаю, что это Чернобыль. Я склонен ожидать, что суды Божьи, когда будут изливаться на этот мир, это будет, это еще событие будущего, то, чего еще не произошло. Вот. По тексту. По тексту. То есть суды Божьи для читателя, для читателя Иоанна, это событие, которое для него еще будущее. Мы с вами, как жители в 21 столетии, не знаем, где точка прихода Господа, поэтому вынуждены тут гадать. Сейчас пройдет, допустим, еще тысяча лет, никому в голову не взбредет отождествлять Чернобыль с полынью. А если Господь придет, допустим, через пару месяцев, мы тогда, о, ну, конечно, подходит. Но пока у нас такой информации нет, мы остаемся на вот этой платформе, а может быть да, может быть нет. Но сам текст, вот, чтобы он так вот заявил, это полынь ядерный, взорвался ядерный реактор полыни. Безусловно, Хиросима и Нагасаки, тоже там, там еще похлеще. Фокусима, еще одна история. Ну, и таких, таких примеров при желании можно, можно поискать. Поэтому я остаюсь при ответе, я не знаю. Ну, но особых таких вот, чтобы аргументов, что это именно Чернобыль, я не бачу. Хорошо, вернемся к следующему образу избавления мира, последний, который мы рассмотрим, это Армагеддон. В целом, в нашей популярной культуре, в связи к культуре, понятие Армагеддона облегается примерно в подобной ассоциации. То есть грядет в этот мир Армагеддон. Что это будет? Какая-то катастрофа. Что-то ужасное, что-то зловещее и так далее. То ли это ядерный взрыв, то ли это эпидемия какая-то, то ли это метеорит, который... Здравствуйте. Нет, ну куда, Иосиф? Поближе, что вы так? Вот. И так далее, и тому подобное. Так что многие христиане тоже используют это понятие в таком зловещем смысле. Иногда шуточно. Сейчас Господь устроит тебе Армагеддон. Вот. Или еще что-то в этом роде. В фильмах, в популярной культуре эта идея обыгрывается на очень различный манер. Но везде это зловещее событие, которое принесет смерть, принесет разрушение, катастрофу и так далее. Некоторые христиане, пытаясь визуализировать библейский текст, представляют себе этот Армагеддон примерно на подобный манер. Вот насколько это правомерно, судите сами. Не столь важно. Нам нужно понять сейчас, как вообще стоит относиться к этому событию. И немного в нем хотя бы отчасти разобраться. Значит, первый раз это понятие Армагеддона, где используется само слово Армагеддон. Мы находим в 16 главе, в 15 стихе. «Сей иду катать, блажен бодруствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Значит, само слово Армагеддон состоит из двух слов. Первое слово это Ар, еврейское Ар, возвышенность гора. Возвышенность гора. И Мегеддон. Местность, где Израиль одерживал боевые победы. Ар, гора, возвышенность Мегеддон. Что-что? Местность, где Израиль одерживал боевые победы. То есть в сознании евреев это место ассоциировалось с местом, опять же, как бы триумфа победы. Вы же об этом и так знали. Просто повторяю вам то, что вы и так прекрасно знаете. Например, в книге, что, 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 задавайте вопрос, что там, все понятно? Судей 5.19 мы читаем. «Пришли цари, — это песнь Деворы, — сразились тогда цари хананские, панахи, увод мегедонских, но не получили немало серебра». Что делает Иоанн? Он соединяет два слова «ар» и «мегедон» в одно слово. Получается «армагедон». Значит, смысловое значение этого слова примерно следующее. Два ключевые идеи, скорее всего, в нем присутствуют. Первое. Это событие, которое будет происходить вне определенности и не на небе, и на земле. Где-то, где именно, непонятно. Нет, само понятие того, что он возвышенность, гора, ар, как говорят комментаторы, скорее всего указывает на то, что у него нет определенного географического места. Оно как бы, ну, такое понятие или состояние неопределенности. И не на небе, и на земле. Где именно, ну, не в нашем с вами поле зрения, способностью зафиксировать, там, отметить на географии где-то и так далее. Скорее всего, слово для понятия «горы», которое здесь применяется, относится именно к этому. Понятна мысль? То есть найти ему географическую локацию, скорее всего, будет невозможно. Где? Текст назовите, сможем обсудить. Вот, ну, сейчас об Армагеддоне. И Мегеддон, сам образ или смысловая его нагрузка, это триумф победа. Там, где Израиль одерживал победы над своими врагами. То есть исход этого события уже предрешен. Не знаю, насколько правомерно проводить такую аналогию, но представьте себе, если бы мы услышали, что в этот мир грядет Полтавская битва. Какое было бы наше отношение к этому событию? Полтавская битва. Полтавская? Вы слышали о Полтавской битве? Сегодня в Украине к ней неоднозначное отношение. Считается, что... Кто у нас там? На стороне шведов. Богдан Хмельницкий? Богдан Хмельницкий, да? То есть он нам оказывал поддержку. И, в принципе, когда Петр Первый наносит поражение этим шведам, то это поражение Украины. Можно об этом дискутировать очень долго. Но в любом случае, в нашей культуре, по крайней мере, мы долго в этом пребываем, сам образ Полтавской битвы, это... Ух ты, так это же там, где пришли захватчики, завоеватели шведы, и получили, так что шли во своясье, как говорится, не салонно хлебавши. Если бы мы услышали, по крайней мере, если кто имеет такой позитивный... Я понял, что я уже из другой, так сказать, эпохи. Ну, это старинное такое выражение. То есть, ну, ничего не получили. Не получили немало серебра, вот, на библейский манер. Значит, если бы мы услышали вместо слова «Армагеддон» «Полтавская битва», то мы бы сказали, ух ты, так здорово. Это же Полтавская битва греет. Так побыстрее, ведь там наши враги получат по заслугам. Там все наши обидчики, все, кто нас притесняет, все, кто ставит палки в колеса, унижает нас и так далее, душат. Грядет Полтавская битва, они все будут, ну, получат по заслугам. Ту же самую смысловую нагрузку несет для читателя понятие «Мегеддон», «Армегеддон». Ух ты! Так это же сражение, где мы одержали победы. Так это же местность, где триумф имел место в нашей истории. Они бы ни в коем случае не пугались этому событию, не ужасались ему, говорили, Господи, побыстрее соверши «Армагеддон», потому что все наши враги получат по заслугам, а мы восторжествуем. Это обетование, которое мы тоже имеем с вами, о котором повествует апокалипсис Иоанна, что в этот мир грядет Армагеддон, где все враги народа Божьего будут повержены. Есть? Вопросы? Комментарии? Мысли вслух? Согласие, несогласие? Жаркие споры? Возмездие всем обидчикам. Да. Совершенно верно. Возмездие всем обидчикам. Нам не объясняется, во-первых, как именно это будет происходить, и кто именно, и как все сражение это будет вообще иметь место. Нам говорится... А? Нам сказано... Кстати говоря, обратим внимание на 20 главу. Откройте, пожалуйста, 20 главу. Восьмой стих. Давайте седьмого стиха прочитаем. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Все помнят этот текст? О чем здесь идет речь? О каком событии? Спасибо большое. Что за битва такая? Собрал их на место. Что там? Не спал огонь с неба. Ну, о каком событии здесь идет речь? Спасибо. Речь идет о Бармагеддоне. Это повторение одной и той же самой мысли. Когда собираются Бога противники, происходит сражение. Какое там, можно тут тоже много говорить. И они после чего повержены. Понятие Армагеддона, ну, имеет повторение книги Откровений. Это не отдельное событие, это то же самое событие. Что мы в нем находим? Во-первых, мы читаем о том, что будет обольщать народы, находящихся на четырех углах земли. На четырех углах земли. И что значит во всем мире? Четыре света на всем мире. Гога и Магога. Бога противники. Тысячу лет, пока его не трогаете. Сейчас не об этом. Что произойдет с этими бога противниками, Гогом и Магогом, собранным с четырех сторон земли? На них не спадет что? Огонь Бога и пожрет их. Что это, что напоминает вам не спал огонь с неба и пожрал их? Нет. Совершенно верно. Это образ, это образ Ильи, который здесь, опять же, он как бы в Танахе обыгрывается несколько, несколько раз. Но в сознании, в сознании читателя, Ильяна, он как бы имеет место. Подобно тому, как Илья выиграл состязание с пророками, сошел огонь Божий с неба, пожрал эту жертву. Подобно тому, как ученики хотели на самарянское селение, в этих безбожниках, свести огонь с неба, это выражение победы, где вмешивается Бог и наводит свой порядок. Говорить, что именно так оно будет происходить, метеорит там ударит или еще что-то, скорее всего, было бы непониманием самого текста, где Иоанн опирается на образ, взятый из Танаха, триумфа Божьего, огонь Божий с неба. То ли он на Содом, то ли с пророками Вала, которые состязания уели и так далее. Это образ победы, триумфа. И враги Израиля получают, народа Божьего в целом получают по заслугам. Это образ победы, это образ триумфа. И для нас с вами, я не знаю, ну, по крайней мере, как жителей 21-го столетия, очень важно услышать, как именно это все будет происходить. Читать Иоанну это вообще не важно, абсолютно не важно. Ему нужно услышать, что той ситуации, в которой он оказался, не всегда так будет. Бог расставит все на свои места, и в этот мир грядет Армагеддон, где огонь Божий с неба падет на всех врагов, и они будут погублены, уничтожены. Вот все, о чем говорит текст. Но поверьте мне, и этого на самом деле очень-очень много. Откровение Иоанна, как информативная книга, она себя как бы не сильно оправдает. А вот как книга, которая воодушевляет, придает надежду, несет утешение всем своим посадям. Вот тут равных ей просто-напросто нет. Если хотим на основании книги Откровения воссоздать будущее события, ничего не получится. Если хотим найти в ней утешение, вдохновение, надежду, и вот эту перспективу взгляда в будущее, где этот мир ожидает спасения, вот тут сколько угодно, как говорится. так оно все обозначает. Ну, как бы тут нужно нужно разбираться. Но молчание, как бы на полчаса, когда наступает? Помните? Восьмая глава, первый стих. И сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Оно происходит тогда, когда снимается седьмая печать со свитка. И все небеса приходят в молчание. Что это значит, молчание? Нет. Мы можем сказать межзаветный период, да, период молчания, но не об этом речь. Речь идет о том, что, во-первых, скорее всего, это образ молчания, это образ, короче, когда Бог приходит в этот мир, вся земля замирает перед ним. Когда Бог является во всей силе, все умолкают. Так вот, когда седьмая печать снята, на полчаса, то есть не навсегда, то есть кто-то делает утверждение, о, весь мир придет в статическое состояние, когда ничего не будет происходить. То есть молчание, абсолютное молчание некоторые идеи. Выражение, или уточнение, как бы на полчаса здесь очень-очень хорошее, то есть не навсегда, то есть на какой-то период. Но, скорее всего, подразумевается, что творение, видя, что Божий замысел осуществился, седьмая печать снята, свиток реализовался, оно приходит, ну, в небеса приходят в молчание перед святостью, перед явлением Божиим и реализацией его, его замысла. И одна из самых ярких в действительности форм восхищения, чем бы то ни было, это именно, это именно молчание. Видели, когда, ну, или представимся такую картину, что смотрим мы футбол, кока-кола, чипсы, все, и тут забивает, ну, классный гол, просто отлично. Вся наша реакция какая, мы там встаем, в целом, можете отразиться, мы встаем, ликуем, радуемся, гол забили, у-у-у-у, вот, кто-то да, а представьте себе, забывает такой гол, что ему аналогов просто нету в истории. Вообще, такого никогда, такого никогда не происходило, и он просто неимоверный. Наша реакция. Ну, не важно, я понимаю, что, ну, полсекунды, но первая реакция, это просто все такие, ты тоже это, типа, видел, и вот, а потом, вау, там, да ты что ли, вот, скорее всего, первая реакция на осуществление свитка, когда, по большому счету, добрая половина народа Божия вообще не верит, что он реализуется. Да, на ангете мы бы все ответили, конечно, Господь придет, конечно, аминь, аминь, но внутри наше чувствование, что когда же это вообще наступит, вообще, это творение можно спасти, хоть как-то и так далее, что когда оно наступит, скорее всего, первая реакция, это будет такой благоговерный шок перед явлением Божиим, перед осуществлением его замысла, молчания, как бы на полчаса. Восьмая глава, первый стих, должно быть частью седьмой еще главы. Некорректно разбил, в каком там еще, если не ошибаюсь, в 15-м столетии, когда разделяли главы, точнее, текст на главы, на стихи, они подумали, что восьмая глава, первый стих, молчание, это то, что предшествует трубам, как бы ужас перед трубами. Сейчас начнут звучать трубы, это не ужас перед трубами, что трубы, это не продолжение истории, это повторение истории, молчание, это восхищение, это триумф, относящийся к семи, семи печатям свитка. То, что нужно перестроить совмышление, так 100%. Получится ли это дело сделать быстро? Не получится. Но у вас есть выбор, я честно вам скажу, я на свой личный счет ни в коем случае не беру. Можете относиться к книге Откровения, как к страшилке, которая рассказывает там события, что оно там, как там будет и так далее. А можете посмотреть на нее, как величайшее Евангелие, которое предвещает спасение этому миру, где свиток будет осуществлен, а враги Божии будут повержены. Преследует цель не информативную оформирование человека и воодушевление его. Кульминация чему? Небесный Иерусалим, который исходит. Можете, на самом деле, выбрать один или другой вариант, который вам ближе. Ну, надеюсь. Итак, Армагеддон грядет в этот мир, братья и сестры. Аллилуйя! В этот мир грядет Армагеддон. Битва у водмегеддонских, где, наконец-то, все эти богопротивники, которые не дают жизни этому творению, причем всему творению, не только нам с вами. Павел говорит, все творение, стена это, ожидает усыновления сынов, сынов Божьих. Потому что, не только мы с вами страдаем, все творение Божье страдает. И нам тоже крайне важно помнить, что, на самом деле, творение Божье, это весь этот мир, а не только мы с вами. Создается впечатление, что у многих верующих засела глубоко мысль, что творение, все вот этот мир, это плод эволюции, ну, а мы, конечно же, творение, как люди. То нас, конечно, нужно спасти, а весь мир нужно, не знаю, под откос пустить. Ничего подобного. Этот весь мир, творение Божье, и всему этому миру была дана изначально характеристика весьма хорошего. И даже несмотря на грехопадение, этот мир не перестал быть миром Божьим, который очень дорог Божьему сердцу. Мы иногда так за Богом можем расписаться. Да что ему сотворить там мир? Это ж пальцами щелкнуть, мир появился. Пальцами щелкнуть, не пальцами щелкнуть, но для него этот мир очень дорог. И он не собирается сдавать его врагу. Потому что звучит в отношении всего этого мира и нас в частности обетование, спасение, спасение мира. Отсюда мы переходим к такому понятию, как новое небо и новая земля. Видение небесного, небесного града. Прочитаем и прокомментируем. Так, 8 минут у нас там, если не ошибаюсь. 21-я глава, 22-я глава, раздел в откровении, который посвящен описанию небесного града. С первого стиха мы читаем. И увидел я, что, что, Иосиф? Первый, самый первый. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, все творю всё новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне, свершилось. Ну и дальше можно долго читать. Совершенно верно. Значит, город, который сходит в виде куба, мы уже разобрали, что представляет собой куб. Верно, что представляет собой куб? Святое из святых. Значит, что увидел бы Иоанн в описании 21-22 главы, что ему бросилось без глаза в описании этого небесного Иерусалима? Это три ключевые идеи. Во-первых, противоположность, противопоставление Вавилону. Это можно записать. Второе. Противопоставление прежнему порядку и отголоски Эдемского рая. Три пласта, на которые бы он обратил внимание. В принципе, в противопоставлении, в Вавилону, противопоставлении первому порядку и даётся описание небесного Иерусалима. Что это значит, что в контрасте к Вавилону, к прежнему порядку даётся описание небесного Иерусалима? О чём это говорит? О чём же это говорит? Слушайте, класс, вы все сбросьтесь потом на конфеты. Как вас зовут, вы помните? Александр, а вы? Алина. Алина, она со всех отдувается. Каждый вопрос, Алина, Алина отвечает. Что такое, класс, вы боитесь ответы давать? Да, конечно, все пишут. Итак, как вам можно обращаться? Александр. О, люблю Александров. У меня же скоро нервный тик будет на Александра. Итак, Александр, вот он небесный Иерусалим. Есть? Видите? Вот он небесный Иерусалим. Потрогайте. Описание его, всё содержание, которое он находится, даётся в контрасте к Вавилону и прежнему порядку. Что-то говорит о самом описании. Как к нему нужно относиться? Безусловно. Ещё мысли вслух. Безусловно, но сейчас не об этом речь. Дано в контрасте, как противопоставление Вавилону и прежнему порядку. Сейчас мы это всё рассмотрим, но кто сказал и что сказал, не расслышал. Это безусловно. Внимание, это говорит о том, что нам не даётся прямого описания небесного града. То есть, не получится взять все эти формулировки и на основе их составить картину, каким же именно он будет. Такого описания нет. не просто незакончено описание, а по большому счёту Иоанн рисует нам чем или каким он не будет, противопоставляя вот того, в какой данности живёт сейчас человек. своего рода. Человек находится в страданиях, в проклятии, в боли, печали, на что Иоанн ему говорит, в новой жизни не будет боли, страдания, печали, ну и разочарования и так далее. Составить на основании этого описания, каким именно этот будет город, нам не дано, мы не знаем. И всё это метафоры, всё это символы, которые говорят нам, что этот город или эта новая наша среда обитания будет, безусловно, грандиозной, удивительной, как если бы улицы его были из чистого золота, причём настолько чистого, что аж прозрачное. Вы как-нибудь видели прозрачное золото? Почему? Да потому что прозрачного золота не существует. Это метафора золота настолько очищенного, что он становится как стекло. Но читателю и оно прекрасно понятно, что это метафора, это что-то надзвучайное. Не сравнить это ни с чем, просто что-то грандиозное. Каким именно оно будет грандиозным, понятия не имеем. Но то, что оно, вся та слабость, которая есть в этом мире, не будет его частью, это данность. Это будет потрясающе, удивительная реальность, назовём так, сто процентов. Но составить буквально вот как именно он будет выглядеть, какие там улицы и т.д. и т.п. Не об этом речь и даже нету цель преследует Иоанн. Значит, давайте сделаем так. Первое. Противопоставление Вавилону. В книге Откровения Иоанна у нас тут целых две минуты. Целых две минуты. Значит, что увидел бы читатель Иоанна? Он увидел бы противопоставление Вавилона и Иерусалима. Так что у нас в Откровении Иоанна есть два града. Помните работу Августина о граде Божьем? Ну, слышали наверняка. Есть два, он описывает два, по сути, два града. Есть град земной Вавилон порочный, есть град небесный Иерусалим святой. Значит, Вавилон представлен нам блудницей. Вавилон блудница. 17 глава 1 стих. Об этом мы читаем. Как представлен небесный Иерусалим непорочная невеста. Контраст? Ну, контраст или нет? Ну, что вы так? Кофе всем, студию побольше. Значит, великолепие Вавилона возможно благодаря или из-за эксплуатации народов. Она порабощает всех. Великолепие Иерусалима составляет слава, слава Божия. Есть разница? Есть. Вавилон владычествует над царями земными. Земные цари добровольно приносят свою славу в Иерусалим. Это очень интересное выражение. Цари земные приносят туда свою славу. Какая-то вот преемственность между первым и вторым порядком, она в этой фразе как бы имеет место. Значит, город Вавилон наполнен мерзостью, обманом. Она обольщает народы, она обманывает народы, это будет. Вводит в заблуждение. 14-17-4-18-23 все об этом говорится, имеет место. Нечистота, мерзость и ложь исключены из этого города. Мы читаем в 21-й главе, в 27-м стихе. Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости, лжи, а только те, которые написаны у ангцов книги жизни. Контрасты. Вавилон спаивает народы вином. Сейчас идем уже на перемену. Вода и древо в городе несут жизнь. Это образы. Город дарит жизнь. Вода в нем источник жизни. Древо, листья, которые для исцеления народа, этот спаивает на город, тот дарует жизнь. Воседает на водах многих, мы читаем, блудница Вавилон. В отношении Иерусалима сказано, и моря уже нет. Море в древнем мире, это источник всех проблем, хаос, олицетворение хаоса, олицетворение того же зла и так далее. Да, заканчиваем. Что? Да, тут поймите, ассоциации накладываются одну на другую. Но именно из моря выходит зверь. именно я понимаю, но сейчас образ моря, его, так сказать, попробуйте осмыслить. Отлично, продолжайте. Значит, из моря выходит зверь, блудница восседает на водах многих, именно воду посылает вслед женщины, которую преследует дракон. Когда читатели читают, что и моря уже нету, это значит, источника всех зол, проблем талия нету. Поэтому, если кто-то любит рыбалку, не переживайте или купаться, не переживайте, будет вода, можно будет декупаться. Речь не идет о том, что мы там где-то в пустыне, нас поселят, ну и что делать. Не об этом речь. Речь идет о том, что источника всех бед будет исключен. Перемена. Редактор субтитров А.Семкин